Праздник урожая Они рассказали о традициях дня урожая, пели, танцевали. После веселого концерта настала очередь конкурсов. Для детей было организовано 11 станций. На каждой свое задание, связанное с осенью и урожаем. Ребятам нужно было перебрать горох, разгадать кроссворды и скамворды, пробежать эстафету, неся на подносе овощи и фрукты и многое другое. Маза-маза с левени, вена, митца, галвини. Я помню, но я не помню. Маленькая-маленькая женушка и маленькая шляпка. Гриб. Что с деревьев падают? Листья. Желтая. Зеленая курочка, черная одежка, белое яичко. Зеленая курочка, зеленая одежка. Что это? Это картошка. Это картошка. А почему она зеленая? Растет зеленая. Вот поэтому. Молодцы. Все эти многочисленные конкурсы эстафеты для детей придумывали организаторы праздника. Причем задания были подобраны так, чтобы они были и познавательными, и веселыми. Они складывались уже годами. Дело в том, что какие-то конкурсы нравятся ребятам, они идут из года в год в этой игре. Какие-то, в общем-то, может быть, не нравятся, они выпадают, ищем другие конкурсы. Но самое главное, поскольку это праздник урожая, чтобы была привязка к урожаю. То есть вы видели, они на ощупь угадывают какие-то овощи, фрукты, разные продукты, перебирают, чтобы они тоже знали. И загадки тоже выбраны на эту тему. В этом году, как и несколько лет подряд, вновь все команды были разделены на две группы – школы и кружки с клубами. В первой участвовали 14 команд, во второй – 12. В каждой группе по окончании мероприятия были определены победители. Очень приятно, если мы будем говорить о школах, победила Центр гимназия. У них было 35 баллов из 36 возможных. Но почему мне приятно? Потому что, в принципе, вы знаете, они соединились с младшим потоком только в прошлом году. И они только, так сказать, делают первые шаги в наших совместных играх и праздниках. Поэтому они победители по школам. На втором месте шестая средняя школа. И три места у нас третьих. Это русский лицей, польская гимназия и 12-я школа. Ну, а очень приятно по кружкам и клубам нашим, что первое место занял клуб Крыжи, который только вот сейчас стал нашим. И впервые там новые руководители. И руководители – тот воспитатель, который помогает. То есть, скажем так, они только адаптировались, только познакомились друг с другом. Ну, вот и стали абсолютными победителями. На втором месте у нас кружок наш «Бурвью Каммолс». И третье место у нас тоже три. Это кружок «Стиль». И у нас в Первомайке есть «Судра Баавут» и «Большой клуб». Вот две команды были оттуда. Они тоже на третьем месте. Учебный год только начался. И, как обычно, на протяжении всей учебы детей будут радовать сотрудники детско-юношеского центра «Яуниба», которые придумали много всевозможных конкурсов и праздничных мероприятий. Ближайшее пройдет 12 октября в актовом зале Польской гимназии. Состоится бал первокурсников, поступивших в училище нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok